дорогие подписчики и гости канала всем добрый день сегодня у нас на дворе 2 апреля и я хотела бы с вами поговорить о колиусах колиусы очень просто на самом деле выращиваются из семян но если вам не хочется каждый год выращивать их из семян то вполне возможно сохранять его зимой каким образом делаю я вот в этом горшочке у меня два вида колиуса вот такой вот с красными листьями с зеленой каймой и вот такой вот простыми зелеными листочками но они не совсем простые такие немножко гофрированные вот два вида колиуса каким образом я его сохранила в прошлом году весной мы коли с вами сели вместе кстати говоря из семян он очень хорошо выращивается очень хорошо прорастает очень просто его потом распекировать и он очень быстро в принципе набирает зеленую массу вот но если вы не хотите заниматься приращиванием семян колиуса то вы можете сделать так как я в прошлом году по осени я парочку колиусов выкопала за своих клумб и посадила соответственно в этот горшочек посадила оба в один потому что места особо нет потому что на окнах стоят комнатные цветы там и глоксинии и фиалку и орхидеи вообще много всего особо места не было для того чтобы сохранять их именно поэтому в предыдущие годы я выращивала колиусы именно из семян потому что зимой их просто негде хранить вот решила нынче попробовать новый способ вот и теперь у нас наступила весна совсем скоро нам можно будет выставлять эти колиусы в сад высаживать их в кашпо либо вы можете выставить их на балкон к себе на лоджию вот и естественно одного кустика нам будет мало даже если мы этот кустик разделим на два растения которые у нас тут посажены все равно этого нам будет недостаточно именно поэтому начало апреля это как раз тот момент когда нам нужно начеренковать колиусы я хочу сделать как я буду оставлять вот этот куст как маточное растение но и в то же время но мне должно остаться декоративным для того чтобы я его как самый большой такой красивый пышный куст поставила на самое видное место в саду вот поэтому я буду убирать те побеги которые не очень так скажем тут вписываются вот которая немножко как-то выпадают из композиции так это назовем вот ну допустим покажу вам на примере вот этой веточки она торчит как-то немного в бок и мне хочется ее убрать как только мы уберем вот эти лишние веточки у нас сразу же вот отсюда из пасынков из междоузли начнут расти новые отросточки вот видите здесь уже есть маленький отросточек вот он начнет активно расти как только мы уберем веточки которые над ними каким образом я черенкую колиус ни в коем случае не обрезайте веточки ножницами таким образом вы нарушите ткани растения и потребуется какое-то время чтобы их восстановить и только после этого начнут образовываться корешки у черенка нам важен каждый день каждый час поэтому мы берем сами канцелярский ножик желательно чтобы он был острый вот и таким образом наискосок вот так вот срезаем видите я сделала косой срез косой срез делается для того чтобы была максимальная площадь для корнеобразования то есть чем больше площадь среза тем больше корешков у нас здесь образуется так далее я убираю лишнюю эту листву она нам не нужна сейчас главное чтобы у нас появились корешочки на этом черенке и так вот такой замечательный черенок у меня получается я заранее уже подготовила емкость с обычной фильтрованной водичкой но это у меня баночка из-под сметаны можно взять любой стаканчик что угодно в общем что у вас есть так и теперь я беру любой корнеобразователь можно взять вот у меня допустим корни steam корнеобразователи их очень много сейчас продается в любой магазин садовый огородный вы зайдете и везде обязательно найдете эти препараты так вот так вот обмакиваю череночек вот хорошенечко со всех сторон окунула я его в корнеобразователь и теперь устанавливаю в емкость с водичкой вот так вот видите череночек немножечко кривой но когда у нас образуются корни мы его будем с вами садить и посадим уже так как нам будет нужно он будет у нас расти ровненько вверх так вот таким образом я сейчас на черенкую колиус и поставлю все эти черешки водичку так вот еще отрезала зелененький колиус от него черешечек пусть такое у меня тоже будет если я найду конечно семена красивого колиуса то я обязательно их возьму и тоже посею вот но пока что в магазинах куда я захожу вижу колиусы такие же вот как у меня расцветки и не вижу смысла выращивать еще семенами если я уже сохранила маточное растение и так я закончила у меня получилось примерно шесть черешков 3 черешка красно-зеленого колиуса и 3 просто зеленого вот такие у меня осталось маточное растение она тоже сейчас активно начнет расти его обязательно буду выставлять тоже в сад и и но тоже меня там будет радовать все колиус это конечно одно из тех замечательных растений которые абсолютно неприхотливая его можно выращивать как дома так и в саду она просто очаровательна на мой взгляд конечно не очень красивые цветочки у колиуса но само растение она просто необыкновенно красивая к тому же существует огромное множество разнообразных сортов колиуса вот но вот такой вот с красными листьями мне очень очень нравится поэтому я именно такой и выбрала для себя для своего сада вот примерно через пять дней у нас должны появиться первые корешочки это я вам тоже обязательно покажу и так сегодня седьмой день корешочки появились еще вчера я проверяла вчера был шестой вот но на седьмой день вот такая замечательная корневая система у колиусов посмотрите прям весь стволик который был в воде весь в корешках вот и все абсолютно череночки такие с корешками вот это другой сорт колиуса он тоже с корешками вот то есть выбирайте сами для себя вариант какой вам удобнее либо выращивать из семян колиусы либо вот так вот оставлять маточное растение и черенковать потом общем этот этот вариант неплохой ну вот на этом вот только-только начинают видите появляться маленькие корешочки но не тоже уже есть вот в принципе колиусы так и так размножаться довольно таки быстро вот тоже корешочек начал появляться видите лучше корешки образуются на более тонких стеблях вот они прям все в корнях вот но на этом я с вами сегодня прощаюсь всем спасибо за внимание всем пока пока